Из-за осложнений после укуса клеща умер 17-летний чемпион России по хоккею с мячом игрок молодежного клуба «Кузбасс» Евгений Хвалько. Насекомый оказался переносчиком клещевого энцефалита. Молодого человека спасти не удалось. Сезон клещей продолжается, поэтому не стоит расслабляться. Нужно быть максимально осторожными и внимательными, чтобы избежать встречи с опасным паразитом. Клещи остаются активными до первых осенних заморозков. Самый высокий риск заразиться клещевым энцефалитом в Сибири, при Волжье, некоторых регионах Северо-Западного и Центрального федеральных округов. Паразиты могут быть носителями инфекционных заболеваний – вирусного клещевого энцефалита, клещевого боррелиоза, эрлихиоза и анаплазмоза. Определить, какой клещ вас укусил – здоровый или больной – возможно только в лаборатории. Если больной клещ, то в течение 72 часов проводится экстренная антибиотикопрофилактика для того, чтобы не развелось заболевание. У нас в городе две лаборатории проводят исследования. Это лаборатория на клинической больнице номер 50 и лаборатория Центра генопидемиологии номер 50. Исследования эти платные, но желательно, конечно, провести исследование, чтобы понять. По словам специалиста, в Сарове клещевой энцефалит не встречается. В основном регистрируют клещевой боррелиоз. Но на территории Нижегородской области 15 административных районов, эндемичные по заболеванию клещевым энцефалитом. Этот вирус опасен тем, что поражает центральную нервную систему и дает различные осложнения, вплоть до летального исхода. Поэтому, если вы собираетесь выезжать за пределы города или области, то врачи советуют перед отъездом сделать полный курс вакцинации от энцефалита. В зависимости от того, какая вакцина будет применяться, состоит из двух или трех инъекций. Но надо помнить, что иммунитет антитела, то есть иммунитет у человека в организме в виде антител, появляется только через две недели после введения второй дозы вакцины. Клещевой боррелиоз тоже может быть опасен, если человек не получит вовремя антибиотиковую профилактику. В этом случае может развиться хроническое течение болезни, когда поражается нервная система. Клещ обитает на кустах, деревьях и высокой траве. Поэтому, собираясь на прогулки в лесной местности, пользуйтесь репеллентами, избегайте высокой травы и обязательно надевайте одежду, которая закрывает все участки тела. Клещи очень хорошо будут видны на светлом фоне. То есть одежду надо одевать в светлых тонов. Имейте в виду то, что открытые участки тела больше подвержены нападению клещей. Значит, надо иметь воротничок, который плотно прилегает к шее, на запястьях манжеты, на обувь должна быть плотно прилегать к щеколоткам. Если вы заметили на себе клеща, то вытаскивать его необходимо в чистых медицинских перчатках. Но лучше обратиться за специализированной помощью в медицинские учреждения. Продолжение следует...